Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я хочу с вами поговорить более подробно о том, почему в сетевых играх существуют те или иные запреты. На это видео меня сподвиг комментарий Алексея Шевченкова, вы его сейчас видите на своём экране. Он к одной из прошлых ФФА, по-моему, Японии, написал очень большой развернутый комментарий, который в двух словах можно описать как «Зачем вы вот это что-то там баните? Ведь в игре идеальный баланс». Там далее я ему ответил, и он такой более развернутый комментарий сделал, и я понял, что если я буду отвечать на него, то лучше делать видео, где на пальцах, так сказать, объяснять, почему в наших сетевых играх существуют те или иные ограничения. Проблема шестой цивы на данном этапе, что она жутко несбалансирована, особенно это касается сетевой игры. Если против компьютеров ещё можно худо-бедно играть, потому что они получают кучу бонусов, и там надо, превозмогая этот искусственный интеллект, побеждать, то в сетевых играх просто у кого-то из игроков появляется ничем не перебиваемый бонус, который просто смещает баланс игры и не позволяет сыграть равноценную партию. Понятно, что у игроков есть различный опыт в играх, они по-разному умеют играть, кто-то сильнее, кто-то слабее, но давайте на минутку представим, что в партии участвует 8 абсолютно идеально равных игроков по силе, по способностям. И вот исходя из этого будем разбирать те моменты, которые в наших партиях запрещены. Вот прямо по порядку того, что Алексей Шевченко писал. Поехали. Баланс не идеален, соглашается Алексей, но играть с легендарным началом на новом мире это зашквар. Ну, тут Алексей, видимо, просто вообще ошибся. Я никогда не выкладывал вам ФФА с легендарным началом. Всегда у нас стратегический баланс. То есть, это не легендарное начало никогда. Хотя, я думаю, что когда-нибудь я сыграю и легендарное начало, и наоборот, бедный старт. Это было бы интересно. Почему играют с новым миром? Новый мир – это молодая планета, где много холмов и гор. Проблема в том, что очень часто бывает, что кто-то появляется на равнине. Вот обратите внимание, например, здесь старт. У России в этом старте есть только два холма. Вот, в третьем радиусе. Всё. Больше холмов. Здесь нет. Вот ещё третий холм. И это всё в третьем радиусе. В третьем радиусе. Тут нет холма? Нет. В третьем радиусе три холма у столицы. Какое производство тут может быть вообще в принципе? И вполне возможно, что и дальше такое будет. И хотя вроде бы где-то в игре прописаны определенные старты для нации. Например, вот Россия должна рядом с тундрой появляться. Но это настолько часто не работает, что диву даёшься. В одной из недавних игр, я её вам не буду показывать как в ФФА сериал, я играл за Горго. На новом мире карта была Новый мир. Напоминаю, что Горго это Греция, у которых уникальный район Акрополь строится только на холме. И даже несмотря на то, что был поставлен Новый мир, у меня во многих городах не было холмов, чтобы мой Акрополь поставить. То же самое касается и общего производства. И как в таких условиях можно вообще в принципе нормально играть? Вот вы садитесь в ФФА, у вас у соперников куча холмов, а вы такой сидите без производства, да ещё и свой уникальный район не можете поставить, потому что этих холмов нет. Или я играл ещё за Россию как-то в одном из ФФА, где у меня тундры было 4 клетки на всю мою территорию. Всё. Способность нации просто не работает. Или третий пример. Голландия. Офигительная нация для развития. Просто она даже во многом мощнее, чем Япония. Но только если есть реки. А у меня в одной игре ни одной реки. Одни озёра. И сиди, играя за Голландию, твоя способность не работает вообще. Вот вам и баланс. То есть Алексей утверждает, что в шестой циве баланс есть. Я утверждаю, что баланса здесь нету. Поэтому многими запретами игроки стараются эту проблему баланса генерации карты. И размещение наций на карте нивелировать. Одна из них это Новый мир. Благодаря которому у большинства игроков будет примерно одинаковое производство. Примерно одинаковая местность для того, чтобы можно было развиваться. Если не брать Новый мир. Я помню, как-то играли у меня плоская луга. Даже не равнины луга. То есть без производства. А у человека, там за Китай, я точно помню, что он играл. Не помню, кто, правда. Просто всё в холмах. Всё в холмах. Китай. Хотя казалось бы, почему Китай должен быть в холмах? Обычно это место появления Греции, Шотландии. Вот у этих наций часто холм будет. Но нет, это не про шестую ЦИУ. Дальше Алексей пишет про нации. Обычно слабый старт для сильных наций. Слабый старт в начале игры это выравнивание шансов. Хотя вопросов очень много, особенно к стартам в тундре и пустыне. Но Новый мир и легендарное начало. Всё. Ну, я ещё раз повторю, мы на легендарном начале никогда не играли. Я никогда вам не выкладывал ФФА с легендарным началом. Легендарное начало это куча, куча, куча ресурсов вокруг. Всё есть, думать не надо. У всех наших ютуберов примерно даже в одном порядке рассаживаются губернаторы. Опять претензия... То есть это претензия к игрокам, к ютуберам, а не к разработчикам, которые так сделали губернаторов. В начале игры всегда вам приходится вырубать леса, приходится какие-то ресурсы убирать. Значит, Магнус практически без вариантов. Потому что его способность плюс 50% к ресурсам, это иначе потеря производства и еды. Зачем мне вначале брать Амани, если я даже послов не нашёл, города-государства не нашёл? Я уже молчу про Мокшу. Для него надо религию основать. Да и вообще тут 7 губернаторов всего. Тут не так много вариантов, как их рассаживать. В одном и том же порядке сажают губернаторов. Так мы ещё и почти одни и те же способности берём постоянно. Так это может вопрос к разработчикам, почему они вот... То есть, например, у Рейны 3 золота за каждый иностранный торговый путь никто в жизни не будет брать, когда есть бонусы за соседство коммерции Гавани в этом городе, которые офигительно улучшают и науку, и деньги, и производство от Гавани. Дальше Алексей говорит по поводу бана разных наций. Вот он пишет, «Персия и Конго ещё в первой эпохе спокойно выходят в мечи и уничтожают соседа. И нубию, и даже скифов легко. Зависит от скилла и удачи. Одни носятся, как горелые, это про персов, вторые не пробиваются луками, от слова вообще. Это про конголесских бамби, или как они там называются». То есть, он сетует на то, зачем мы баним зулусов и скифов, хотя есть крутые персы и конго. Так дело в том, что вы приводите частные случаи. Окей, если скифы появятся рядом с конго, тогда да, скифы их не пробьют своими этими лучниками саки. Да я вообще не сказал бы, что лучники саки супер, прям юнит. У скифов другая особенность, то, что они в два раза больше юнитов строят. То есть, они получают дополнительный юнит лёгкой кавалерии, или конных лучников саки при подготовке нового юнита. Лёгкой кавалерии. То есть, это всадники, это кавалерия, это вертолёты. То есть, вы практически очень быстро строите армию на ровном месте. А вторая способность скифов тоже офигительная. Плюс пять к боевой мощи при атаке повреждённых юнитов и при уничтожении юнита лечения до 30 очков здоровья. Для всех юнитов вообще вот в чём проблема. Что там, у Конга один уникальный юнит, и всё. А способность скифов работает всю игру. И, кстати, я уточню, что у нас нету автобанов наций. Такого нету. Мы не говорим, всё, мы не играем со скифами и прочее. Все нации банятся в самом начале игры. Но люди почему-то всегда вот эти нации банят. Потому что эти бонусы, их невозможно перекрыть. Ещё тут, слава богу, плюс пять, это ещё более-менее. Есть нации, у которых плюс десять, это вообще слишком сильно. Но мы дальше к этому перейдём. А у перцев вообще не такой уж и классный юнит. Ну да, бегает, но он наносит слишком мало урона. У него высокая защита. Он скорее для защиты. Я пару раз воевал этими бессмертными персов. И не в особом восторге, конечно. А уж защититься от конголезских и персидских юнитов я не вижу вообще никакой проблемы. Вот защититься от скифских лёгкой кавалерии, когда к вам прибегает куча кавалерии, потому что он их строит в два раза больше. И он даже может скиф забить на апгрейд. То есть настроить не так много всадников, потом их проапгрейдить. А потом уже строить кавалерию кучей просто. И завалить вас мясом. При том, что он будет иметь против вас плюс пять против ваших раненых юнитов. И лечиться ещё за счёт убийства ваших юнитов. Вы это никак не можете нивелировать. Проблема вот этих всех банов в первую очередь из-за того, что вы бонусы каких-то наций или каких-то верований не можете уравновесить своими бонусами. Тут переходим, собственно, к религии. Вот что дальше пишет Алексей Шевченко. Религиозные плюшки. Защитник веры – это нормально. Плюс 10 у себя же дома. Всего это пять единиц снимается генералом. Плюс дипломатическая видимость и повышение. Вот смотрите. Опять идут недоговорки некоторые. Правильно. Пять единиц снимается генералом. Ещё можно переиллюстрировать почту, ещё снять. Но дело в том, что ваш соперник может делать то же самое. Он тоже может взять генерала. Он тоже может переиллюстрировать почту. И получается, что эти плюс 10 вы не снимете никак. У соперника генерал и у вас есть генерал. Ну вот если вы не сделали генерала, вот это уже ваша проблема. Вы плохо сыграли. И у человека получается плюс 5. На самом деле я не против ни защитника веры, ни крестового похода, если бы не формула урона в шестой цивили. Дело в том, что плюс 10 в шестой цивилизации – это слишком много. Давал бы защитник веры плюс 5, как и крестовый поход плюс 5, проблем бы не было. Это нормальный бонус, как и нормальный бонус от генерала плюс 5. Ты взял генерала, у тебя плюс 5 имеется. Плюс 10 же, урон повышенный на 10 – это слишком круто при обороне или при атаке. Получается, человек берет защитник веры и может себе спокойно сидеть, ковыряя в носу, отбиваться от нападающих на него юнитов. Поставил там в проблемных местах так в ряд и сиди себе спокойно отбивайся. Кто-то может сказать, что это в некотором смысле все-таки баланс. То есть у соперника, ну, например, у вас в соседях Мапучи, который имеет плюс 10 против человека, у которого попал в Золотой век. Тоже такой тупой бонус, по моему мнению. У тебя в соседях Мапучи ты хорошо играешь и попадаешь в Золотой век, и тебя за это игра наказывает тем, что соперник получает плюс к силе. Ну, не важно. Вы можете сказать, у вас в соседях Мапучи, значит, вы берете защитник веры, и вот нивелируется вот этот бонус Мапучи. Да, но если бы этот защитник веры было несколько хотя бы на игру, а он один всего. А теперь представьте, что не вы берете, а Мапучи берет. Например, там какой-то один ваш сосед берет защитник веры, а Мапучи вообще крестовый поход. И распространяет на вас, и имеет против вас плюс 20 вообще силы. И вы не можете с этим ничего сделать. Теперь вы можете сказать, да, вот тут человек плохо сыграл, не взял веру. Но опять же, здесь возникает вопрос по поводу места появления. Потому что кто-то появляется, у него рядом там ресурсы сферы, какой-нибудь табак лежит, и янтарь еще и культуру получает. А кто-то появляется, вот как здесь Россия, у него пшеница, медь и рыба. Все, и как ты тут хочешь играть, где у тебя культуру взять, как хочешь, так и играй. Еще может быть, может не быть рядом городов-государств. Развлекайся как хочешь. Ну тут еще повезло России, что есть тундра, но и такое нечасто бывает. Алексей пишет, что плюс 10 это преимущество одной эпохи по сути. Нет, вообще нет. Это постоянное преимущество. И оно очень хорошо работает. Здесь проблема в том, что если сосед у вас взял эти плюс 10, особенно про защитника веры мы говорим, потому что крестовый поход надо все-таки распространить. То есть, если у вас сосед берет крестовый поход, вы понимаете, что чтобы его использовать, он должен религию на ваши города распространить. И тут вам надо как-то постараться самому построить священное место, попробовать поотбиваться, поубивать его миссионеров, например, не быть с ним в дружбе тогда. Тут есть логика, но защитник веры вы не можете никак перебить у человека, который его взял. Это просто слишком круто. Надо снижать не плюс 10, чтобы было, а по плюс 5 у каждого этого верования. Дальше Алексей пишет, что пантеоны тоже выключены. Вопрос, зачем? Единственный действительно мощный пантеон – это богиня урожая. Но это опять же про религию. Нет, это не про религию. Это пантеон для всех крутой. Напоминаю, какие у нас обычно отключены пантеоны. Бог кузницы, плюс 25% производства к боевым юнитам древнего мира и античности. Богиня урожая – сбор ресурсов и удаление элементов ландшафта приносит веру равную количеству полученной продукции. Богиня земли – плюс одна вера от клеток с престижем притягивающей и выше. Почему бог кузницы отключается? Не только потому, что внезапно человек в начале игры получает четверть производства к боевым юнитам и может их получить больше. Это было бы полбеды и может быть даже можно было бы, ладно, этот пантеон оставить. Но тем не менее, получается, вы имеете 4 юнита, а ваш соперник с тем же производством и с такой же территории имеет 5 юнитов. Просто вот на ровном месте из-за бога кузницы, потому что ему там повезло либо с пантеоном, потому что ему повезло либо с каким-то ресурсом на веру, либо с городом-государством. Где тут хорошая игра-то? Это просто везение, правильно? Но это, опять же, повторю, полбеды или даже четверть беды. Самое главное, что этот пантеон можно использовать потом на накопление производства. Это вот это реально проблема шестой цивы, что тут производство накапливает. Вы ставите карточку на юниты с этим пантеоном, а я напоминаю, что те же коляски, начальный практически юнит, вот эти тяжелые колесницы, вы можете строить даже когда откроете танки. Если у вас не хватает нефти, например, у вас одна нефть, а это, скорее всего, так и будет, потому что нефти... Опять же, привет офигительному генератору карты в шестой циве. Нефть очень редко бывает на земле, скорее всего, она будет на воде, то есть вам надо еще до пластмасса идти, чтобы нефть как-то присоединить. А если у вас город без военного лагеря, то вам еще даже две нефти надо. Вы можете спокойно строить коляски, а они к тому времени, ну вот, смотрите, коляски примерно, ну, 65 производства это в обычной стандартной скорости, то есть на сетевой скорости это будет сколько, там, 33 производства, да, предположим, 33 производства. У вас во времена танков уже города будут по производствам 80-70 обычно. То есть полхода вам надо для строительства коляски. Плюс у вас этот пантеон еще будет 25%, то есть 25% долой. И вы можете таким образом, строя коляски, в том их апать в танки и при этом еще и накопить производство на какое-нибудь чудо или на проект космической эры. А так как пантеон на производство один-единственный, больше нету никаких пантеонов, которые дают, ну, вот еще производство от рыбацких судов, но это не на строительство чего-то, это просто вот рыбацкие суды дают это производство, и производство рудники. Нету вот этого процента, который еще от карточек есть, опять же вы еще карточку можете использовать. Ну, правда, к танкам вряд ли вы... А, нет, тут да, проблема тоже с карточками. Я забыл, что для того, чтобы взять карточку на рыцарство, которое заменяет начальную карточку для кавалерии в мастерстве, вам еще надо выйти в монархию, а вы можете на нее забить и не выходить по-хорошему. И у вас до танков практически, потому что следующая карточка только в фашизме, в которую вы тоже можете не заходить. То есть у вас до танков. И далее вы можете использовать вот эту карточку АГОГЭ для начальных юнитов первой, там, античности. Строить еще и пантеон плюс 25%, то есть у вас будет плюс 75%, и сразу апать их в танки. А вы мне говорите, не отменяйте бог кузницы. Зачем вы его баните? Потому что тот человек, который его берет, получает офигительный бонус к этому всему производству. И это опять вопросы к разработчикам. Получается, что я могу спокойно идти в танки, минуя вот эти заменяющие карточки. Тоже. Я уже молчу о том, что я могу идти в танки, не заходя в химию. Вот это вот тоже дурость. Это нижняя ветка. Другие пантеоны. Алексей пишет, что самый крутой это богиня урожая. Нет, я считаю, что самый крутой это богиня земли. Потому что плюс одна вера от клеток с престижем притягивающей и выше. А это практически все клетки. Давайте включим престиж, посмотрим. Вот здесь, сейчас, вот тут то, что вы видите, все клетки притягивающие и выше. То есть я буду, взяв этот пантеон, я буду от всех клеток получать одну веру. Не делая вообще ничего, просто взяв пантеон. Если богиня урожая, вам надо вырубать ресурсы хотя бы, чтобы получить эту веру. То от этой, от богини земли, вы просто постоянно будете получать веру на ровном месте. Здесь надо повышать этот пантеон до того, чтобы плюс одну давали только от престижа потрясающий, а не от притягивающего. Вот будет потрясающий, тогда, в принципе, этот пантеон и нормально будет брать, и он не будет таким крутым. Но так как он только от притягивающего, уже от притягивающего работает, это очень круто. Вы очень много веры получаете. Вам достаточно будет один какое-нибудь священное место поставить, чтобы не тратить районы, и для того, чтобы основать религию. И вы будете все равно купаться в вере. Вы можете посмотреть мой ФФА за Польшу, которым я брал этот пантеон, там не было ничего запрещено. И мне эта вера очень сильно помогла в течение всей игры, хотя я на нее не обращал внимания. То есть Алексей пишет, что эти пантеоны будут только брать те, кто будет играть через веру. Неправда. Это эти пантеоны будут разбираться в первую очередь людьми, даже если они не планируют через веру играть. Потому что это очень круто. Ну и то же самое богиня урожая. Еще раз скажу, если кто не в курсе, богиня урожая дает столько же веры, как и ресурсов, когда этот ресурс вырубаете. То есть, например, вы пшеницу под магнусом вырубаете, там, не знаю, по-моему, 60 еды получаете и 60 веры заодно. Ну, офигительно. В принципе-то. Вы будете очень-очень много так веры получить с самого начала. Дальше Алексей пишет, что мы просто отключаем целую механику. То есть, он проигрует через веру. И, мол, никто через нее теперь в наших играх не играет. Это неправда. Много людей играют через веру. Потому что и религии неплохие бонусы дают, и выхлопы от клеток тоже очень неплохие. И вы же видите, в начале все всегда все равно идут в пантеоны и берут пантеоны. Многие потом еще и религию ставят. Не бывает такого, что в игре одна религия или вообще никто не взял религию. Нету такого. Три-четыре религии всегда в ФФА сериале есть. И люди получают с этого бонус. Никто не выключает целую механику. Выключают те механики, которые дают слишком большое преимущество. Которое никак ничем не компенсируется в другом виде. Дальше Алексей пишет на мое возражение о том, что практически все всегда будут все равно примерно одинаково идти по технологическому дереву. Он пишет, что есть как минимум 3-4 пути. Флот, кавалерия танки, пехота, самолеты. Кто-то идет верхом. Я поясню на примере технологического дерева. Либо кто-то идет по нижней ветке, которая, собственно, с верхней после литья вообще никак не пересекается. Баллистика, нарезные стволы, стали, варенье, двигатель внутреннего сгорания. Дальше общевойсковая бригада, чтобы уран открыть. Кто-то по верху идет. Это скорее на морские нации. То есть фрегаты, паровой двигатель, броненосец, электричество, подводные лодки. При этом, зайдя в каперы, естественно, параллельно желательно сначала каперов настроить, чтобы потом их апгрейдить в подводные лодки. И дальше компьютеры. Но это еще может по верху идти не только те, кто в морские нации, но и кто их туризм хочет туризму победить. Потому что компьютеры удваивают поступление туризма, что очень важно. Дальше есть вариант самолетов. То есть это неплохой вариант для защиты, кстати, с самолетами. Ну и четвертый, пехота. Но это такой довольно редкий вариант. Потому что после мушкетеров... Вот мушкетеры хорошо стоят в защите, если на вас нападают. А вот дальше, к сожалению, пехотинцы в стандартизации находятся немножко не по пути во все нужные технологии. То есть мы исходим из того, что нам надо уже как-то побеждать в этот момент. И надо решать, как побеждать. Культурой, значит, сверху в компьютеры. В науку, значит, в ракетостроение. Всех забрасывают, значит, в общевойсковая бригада урана и потом расщепление ядра. И во всех этих вариантах стандартизация не в самом первом месте находится. Эти три-четыре пути развития все равно обычно сводятся к тому, что уйдут по нижней ветке. Не потому что все любят играть через танки и захватывать их на танках. А потому что здесь уран находится и расщепление ядра. Если человек идет сверху, там, в самолеты, в авиацию, электричество и, видимо, в химию, то, значит, в ракетостроение строит космопорт. Но если у него нету ядерного оружия, то он проиграл. Потому что все его самолеты умрут после одного кидания ядерной ракеты. Собственно, для этого у нас, например, введено голосование по поводу ядерного клуба. Кто-то играет на определенное количество ядерных ракет. Кто-то играет на количество ядерных ракет от шахт, которые есть на территории. То есть ограничивают ядерное оружие таким образом. Потому что иначе, это опять же к вопросу ограничений, что надо ограничивать ядерное оружие. Потому что иначе поход в верхнюю ветку это проигрыш. Если вы пошли вверх и не успеваете в ядерное оружие, а у людей оно есть, то вы проиграли. Вы не сможете ни самолетами отбиться, ни пехотинцами, ничем другим. Человек опять пишет, кто-то идет верхом, то есть по морским юнитам и забирает арсенал. Это то чудо, которое у нас забанено, а именно венецианский арсенал. Вот он. Но это та же способность скифов. Если у скифов это на легкую кавалерию, то венецианский арсенал на все морские юниты работает. И получается, что соперник, который тоже есть на море, против этого венецианского арсенала сделать не может ничего. Это автоматический проигрыш. Да, круто, если с кем-то можно объединиться, но это настолько редко бывает даже на Пангеи. То есть Алексей пишет, что на Пангеи его можно разрешать. Нельзя разрешать венецианский арсенал. Это не разрешать надо, а надо, чтобы разработчики его понерфили, чтобы он давал дополнительного морского юнита только в том городе, где этот арсенал построен. Тогда он нормально будет работать. То же самое касается Галикарнастского мавзолея, который я постоянно неправильно пишу. Почему он постоянно в бане? Флотоводца и инженера можно использовать дважды. Если с флотоводцами это еще более-менее, то дополнительный заряд инженера, если вы играете с космической победой, это супер круто. Разработчикам, опять же, надо этот дополнительный заряд сделать так, чтобы он использовался только на тех инженеров, у которых есть те самые заряды. Видите, тут один заряд, один заряд. То есть на инженеров, у которых больше одного заряда. Плюс 240 производства для строительства чудес. Вот здесь Густафа Эйфель не два раза работает, а три с музеем. Просто когда это действует на Королева, у которого плюс 750 производства для космической гонки, то человек с Галикарнастским мавзолеем, космос побеждает в любом случае. Это слишком крутой бонус. Явно он задумывался только для тех инженеров, у которых больше одного заряда. Но что-то пошло не так, и разработчики сделали так, что он не работает правильно. Дальше Алексей пишет, есть карточка в темных веках возрождения на плюс 100% каперам, и плюс стандартная карта на плюс 100%. То есть флот можно отстроить и без него. И он ведет к тому, что если вы на побережье, то вам достаточно флота, чтобы отбиться от тех, кто будет на вас посуху. Если вы посушите, это не так абсолютно, потому что, в отличие от той же пятой цивы, в шестой циве вы не можете все только на побережье поставить. Если вы на панге играете, то у вас в любом случае будут города и внутри континента. Все на побережье, только если вы на архипелагах играете. Тогда тем более все будут идти в морские юниты. С флотом вы сможете отбить только ваши прибрежные города, и все. Если вы пошли во флот, а у вас есть города, которые внутри континента находятся, то вы проиграли, потому что к вам придут танки с артиллерией и захватят эти города. Что там у вас будет при этом? Кавалерия и эти бомбарды? А потом вы будете где-то издалека линкорами постреливать иногда, или как? Тем более, что все равно линкоры находятся в том же сталеварении. Все равно придется сюда вернуться. Поэтому если люди идут по верхней ветке, они в первую очередь идут в самолеты. Вот самолетами танки контрятся очень неплохо в защите. Идут по верхней ветке индустриализация, здесь производство берется, нормальная авиация, строятся бипланы, потом выходятся в современные танки, в современные самолеты, улучшена авиация. Но потом все равно надо идти в нижнюю ветку и вот здесь открывать технологию скрытности. Вот эти бомберы вообще очень хорошо действуют. То есть опять мы постоянно возвращаемся в эту нижнюю ветку, опять она требуется. Верхняя ветка не всегда требуется, нижняя требуется всегда. И для научной победы она тоже требуется. И уран вы тут получите, ядерные ракеты вы получите. И вот мне интересно читать, как Алексей дальше пишет. Если ты первый вышел в бомберы и в демократию, ты претендент на победу, причем и без танков, и без защитника веры. Мне интересно, каким образом. Ну хорошо, у тебя самолеты, даже ты летаешь и обстреливаешь города другим людям. А как ты без танков их планируешь захватывать? Кавалерией чем? Тут нету юнитов в верхней ветке, нету юнитов для атаки. Чем атаковать? ПТ-командой и пехотинцами, которые по две клетки идут? Это будет очень долго. То есть в любом случае вам нужна будет нижняя ветка. Никуда от этого не деться. Дальше Алексей пишет про торговые центры. Мол, все сейчас, вот из-за того, что мы баним, я правда не понял, как это связано с банами, все идут в торговые центры и все как один абузят героический век с наукой за торговые центры и гавани. Ну, во-первых, абьюз это использование багов, каких-то недоработок. Наука же от коммерческих центров это механика игры. Какой тут может быть абуз? Это использование механики. Другой вопрос, что ничего лучше просто нету. И люди берут в золотом веке это устремление, которое называется вольнодумство. То есть вот в первых эпохах выходят в золотой век, чтобы взять вольнодумство, которое дает за соседство коммерции и гавани не только бонус к золоту, но и к науке. Только а в чем проблема, что другие устремления не настолько хороши? Это опять вопрос к нам, а не к разработчикам. Хотя я, например, в игре за Рим взял монументальность вместо вольнодумства, потому что посчитал, что поселенцы и строители, которые двигаются дальше на две клетки и стоят дешевле за золото, мне были важнее, чтобы обработать захваченные мной города. Тут опять же есть некоторый выбор. Но вольнодумство получается самым крутым, потому что дает науку. Потому что опять же нету альтернативы, нету других вариантов. При этом Алексей пишет, что если бы я играл через религию, тебе вообще этого не надо. Сначала золотой век, потом темный и карта на плюс 75% к городам со священным местом. То есть выход в монархию, постройка часовой магистра в правительстве через срупы, вынос соседей за счет юнитов, купленных за веру. Он говорит о темной карточке монашества, которая дает плюс 75% науки в городах со священным местом, но при этом минус 25% культуры во всех городах. Я не очень понимаю, как наши баны мешают эту стратегию использовать. Делайте то же самое, набирайте религию. Сейчас религия и без этих пантеонов, вы вполне можете ее набирать много. То есть вместо того, чтобы строить коммерческие районы, там строят остальные, вы можете строить везде священные места, брать вот эту карточку в темном веке, накапливать кучу веры, при этом не проседая по науке, выходить в монархию и закупать юниты за веру. То есть вас не устраивает, что забанены пантеоны, которые дают слишком много веры. Я еще раз повторю, они нормальные пантеоны, были бы, если бы не давали так много. Вырубка ресурсов, я вообще думаю, что на сетевой скорости сломана. То есть тут есть еще вариант, что сетевая скорость не совсем верно работает. То есть слишком много ресурсов дается за вырубку. Тут надо не только веру, но вообще ресурсы уменьшать на сетевой скорости. Мне кажется, что эта вырубка не отскалирована по скорости нормально. Богиню урожая снизить выхлоп веры за вырубку, богиню земли давать веру только от клеток с престижем потрясающей. И все, их не надо банить. И ваша стратегия, которую вот Алексей описал, она работает и с банами этих пантеонов тоже нормально. Пишет, что хорошая механика для Испании, которая с вашими ограничениями вообще кастрированная, нет. Люди играют хорошо через Испанию и с этими ограничениями. И за кхмеров, и за Польшу, и за арабов. Или мапучи, кстати, с их всадниками, которые ни с чего не апгрейдятся. Мапучи вообще отвратительный сосед. Прям у вас в соседях мапучи не выходи в золотой век. Ну что это за бредятина? А правильно играя за Корею, через религию можно к сотому ходу выйти в самолеты. Да блин, за Корею можно к сотому ходу и улететь. Настолько это круто. Опять же, почему ее банят в игре? Бразилия через религию чудесно пантеонно удвоение бонуса за соседство с джунглями для священных мест. И ученый, дающий науку за это соседство в священном месте, огонь вообще. Это священное место может давать 42 науки. Ну отлично! Как это связано с нашими банами вот этих пантеонов? Ничто не мешает вам продолжать играть через религию. В итоге все сводится к однообразному развитию. Дипломатия завязана на торговые и научные союзы и гонку в танки. Хотя, когда на карте есть Скифы, Александр, Гильгамеш, Монголы, соседи должны сразу против них объединяться и воевать, а не строить коммерческие центры. Ну да, я в этом плане согласен, но получится, что у нас тут, например, есть Гильгамеш, да? Два соседа против него объединяются и воюют, а остальные пятеро ФФА-8 радостно развиваются. Соседи, конечно, должны объединяться, воевать, это все верно. Но когда ты вынужден это делать, иначе проиграешь просто потому, что у твоего соседа слишком крутые способности, слишком крутые параметры, которые никак не компенсируются твоей нации, это не радует. Да, нации должны различаться, стратегии должны различаться, но не в таком виде, как это сделано в шестой циве. Я в течение этого видео говорил, как надо это все отбалансировать, а по поводу движения только по нижней ветке, так вот надо нормально соединить технологии, чтобы не было так, что ты открыл, что у нас тут последнее, порох, что тут относится вообще к верхней ветке, можно считать, относящимся к верхней ветке. Да вот, образование. Вот, открыл образование, и дальше про верхнюю ветку можешь забыть, это про литье сказал, неправильно, образование. После образования ты можешь идти до общевойсковой бригады, вообще забыв о верхней, точнее до расщепления ядра, это тоже можно открыть без верхней ветки. Совершенно спокойно проходится, это вообще нормально? То есть ты открываешь уран, эсминец, авианосец, буровую платформу, при этом не менее никакого понятия о химии, о радио, об электричестве, о паровом двигателе, как вообще у нас эсминец может без парового, как можно прийти к эсминцу, не используя паровой двигатель, как это вообще, ну, могло произойти в истории? То есть реально, дальше Алексей пишет, реально используется человеческий фактор и различия в целых в игре, а не только плюшки от торговых путей у союзников. Игра строится по принципу не только от себя, но и от соседей. Так я не очень понимаю, как в моих вот ФФА-сералах, в которых вы смотрите и вы видите, что я постоянно с соседями торговлю делаю. Нет, то нападу на соседей, то союз заключу, это зависит от того места, где происходит действие. Я соглашусь, что в шестой цели не так много на самом деле путей для развития, не так много разнообразия, как есть в пятой. Но говорить о том, что именно баны в наших играх этому способствуют, неверно. Баны как раз способствуют более-менее сбалансированной партии. Дальше Алексей пишет, спасибо за ответ, я же вижу, что вы, Алексей, как и многие игроки в ваших видео, достаточно опытные и очень хорошо знаете игру. Наверное, лучше меня, но я не совсем согласен, и видел и сам, и пробовал играть по-другому с сильными игроками. Не всегда удачно, конечно же, есть такие профи на других континентах, что ого-го, и очень многие играют через золотой век и религию. Хотя Defender of the Faith, ну DOF, это защитник веры, действительно часто банится. Дело в том, что у иностранцев, у иностранцев, принято на очки играть. Они не доигрывают никогда вот до конца вот такого, когда там кто-то улетел, или как у нас тут там 150-й ход. Они просто играют там несколько ходов, и в определенный момент решают, ну все, давайте на этом закончим игру. У кого больше очков, то ты победил. И там совершенно другая идея в том, чтобы делать. То есть сам факт, что игра не доигрывается до логического завершения, а распределяются места, исходя из очков, уже ущербно, по-моему, для Цивы. Поэтому там и не банятся многие вещи, которые... Там люди чаще с городами-государствами воюют, их захватывают, больше своих городов ставят, чтобы больше очков получить. То есть, ну, немножко другая логика взаимодействия. Поэтому не стоит вот это как-то сравнивать. Им поэтому и выгоднее за веру покупать армию, просто потому что вот ты сейчас получаешь выхлоп, исходя из того, что, ну, буквально ходов 10-15, и люди решат игру закончить. А не в долгосрочной перспективе, играя до самого конца, когда кто-то улетит. Поэтому вот такое и происходит. Ладно, на этом все. Кажется, я огромное видео опять сделал. Ну, надо было объяснить, я думаю, многим зрителям, чтобы стало понятно, в какой ситуации сейчас сетевые игры в 6-й Циве, почему так или иначе у нас делается. Спасибо, что смотрели. Ваши дополнения, комментарии, как всегда, приветствуются. Только, пожалуйста, повежливее. На этом все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok